Здравствуйте! На 39-м канале городские подробности из Анапы. Программа для тех, кто желает быть в курсе событий местной жизни. Сегодня вы узнаете в подробностях о том, как прошли мероприятия, посвященные годовщине создания специального учебного центра Кубань. Сколько детей отдохнуло в первую летнюю смену на курорте. О достойном результате анапских спортсменов и не только об этом. Мэр Анапы Василий Швец принял участие в мероприятии, посвященном годовщине создания специального учебного центра Кубань. 27 июня исполнился год с момента создания центра, в котором казаки проходят подготовку для участия в спецоперации. За год подготовлены тысячи казаков. Также сегодня годовщина со дня образования отряда специального назначения Кубань «Барст-16», в котором 163 бойцам были вручены ордена мужества, медали за отвагу, медали орденов за заслуги перед Отечеством. Представлены госнаградам еще 142 казака, с честью и героизмом выполнившие долг перед Отечеством, отметил заместитель губернатора атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов. В рамках торжественного мероприятия учебный центр посетила народная артистка России Надежда Бабкина. Почетными гостями стали заместитель атамана Кубанского казачьего войска Максим Медянников, глава Новороссийска Андрей Кравченко, мэр Анапы Василий Швец, духовник Кубанского казачьего войска и Союза казачьей молодежи Кубани Протеерей Иоанн Гармаш, атаманы и казаки районных казачьих обществ «Казачья молодежь». По традиции казаки встретили Надежду Бабкину, караваем, а также выступлением народного ансамбля казачьей песни «Росичи». Затем состоялась церемония возложения венков и цветов к мемориалу павшим бойцам отряда спецназначения «Кубань» Барс-16. Казаки-добровольцы, которые вскоре завершат подготовку и отправятся в зону проведения СВО, провели для гостей показательные выступления. Представители духовенства отслужили молебен. Первую летнюю смену в Анапе отдохнули около 17 тысяч детей. Заседание межведомственной комиссии по организации отдыха и оздоровления детей провел вице-мэр Виталий Воронов. В нем приняли участие председатель совета Леонид Краснородский, начальник территориального отдела Роспотребнадзора Лариса Медведева, представители надзорных ведомств, детских здравниц и лагерей. В первую смену на территории курорта работали 22 детских здравницы и 2 санатория. В них оздоровились порядка 17 тысяч детей со всей страны. Загрузка объектов составила около 90%. Впереди еще три летние смены. Виталий Воронов акцентировал внимание на обеспечении безопасности детского отдыха. Это касается вопросов санитарного порядка, противопожарной и антитеррористической защищенности. Благополучную эпид-обстановку на объектах отметила Лариса Медведева. Также по результатам многочисленных проверок вода акватории на пляжных территориях и бассейнах соответствует нормативным требованиям. А партнер сегодняшнего выпуска – детский развлекательный центр «Акуна Матата». «Акуна Матата» В Гостогаевской готовится к открытию молодежное пространство. Ресурс «Ано» появилось в Гостогаевской по поручению мэра Анапы. Василий Швет ставит задачу создавать современные, хорошо оснащенные точки притяжения для молодежи не только в городе, но и в сельских территориях. Ресурс станет первой такой ласточкой. Центр оснащен мебелью, оргтехникой, аудио- и видеоаппаратурой, спортивным оборудованием. Внутри есть все, чтобы проводить разноплановые мероприятия. Созданы пространства для дискуссий и творчества коллективной работы. Есть обеденная зона, гардероб, зал для занятий спортом. Дизайн ресурса выполнен по новейшим рекомендациям Росмолодежи. Установлены видеокамеры, которые интегрируют в аппаратно-программный комплекс «Купол». В молодежном пространстве будут проводиться лектории, встречи с интересными людьми, уроки мужества и многие другие мероприятия. Здесь можно будет и поработать, и интересно провести досуг. А партнер сегодняшнего выпуска – кафе «Таверна» в Анапе. Постоянные посетители ресторанного комплекса «Шемси Холд» знают, здесь всегда можно выбрать выпечку, готовые закуски, салаты, мясные и рыбные блюда как для ежедневных обедов и ужинов, так и для праздничного застолья. Однако, идя навстречу пожеланиям своих гостей, было принято решение провести полную модернизацию этого объекта. В результате большую часть имеющихся площадей заняли удобные столики со стульями и диванчиками. Полноценное, грамотно разработанное меню включает большой список самых любимых и популярных блюд. Здесь вы всегда сможете вкусно позавтракать, выбрав на свой вкус салат, шаурму с разнообразными добавками. А в обед съесть тарелку горячего супа или классический шашлык. А вечером посидеть в компании друзей и заказать настоящую итальянскую пиццу. А десерты шеф-кондитера выглядят многообещающими. Кафе-кулинария «Таверна Ванапи» на солдатских матерей 8Б ждет вас. В Анапе впервые вручили молодежную премию «Время новых». Мэр города Василий Швеции, председатель совета Леонид Красноруцкий поздравили молодежный актив с государственным праздником – Днем молодежи России. Встреча прошла в формате открытого диалога. Мэр рассказал, что сейчас делается акцент на создание молодежных пространств. Одно готовится к открытию в Гостогаевской. В планах создать подобные объекты в Субсехе и Анапской, а также в городе. Рассматривается несколько помещений. Молодые активисты озвучили ряд идей. О проведении в Анапе фестиваля «Автозвук», создании серии виртуальных экскурсий по городу, строительстве 12-метрового скалодрома, проведении выставки портретов анапчан-героев войны в новом музее воинской славы в парке военной техники. Были рассмотрены плюсы и минусы каждой идеи. Все они взяты в работу. Встречу завершила церемония награждения лауреатов специальной молодежной премии мэра Анапы «Время новых». Ею удостоены 18 молодых людей. Поисковиков, волонтеров, активистов антинаркотического движения, ярко себя проявляющих школьников и студентов. Руководителям учебных заведений, организаций и предприятий вручили благодарности мэра и совета города-курорта. А партнер сегодняшнего выпуска – ресторан «Отель Беладжо». Ресторан «Отель Беладжо» – это превосходное место, где можно отлично отдохнуть всей семьей, отпраздновать любой праздник, посвятить свободное время любимым занятиям и активным развлечениям. Оздоровиться на свежем воздухе и вдоволь поплавать в бассейне. На территории работает ресторан с банкетным залом, где подают вкусные блюда. Ресторан «Отель Беладжо» – Анапа, Ленина, 216, 8-928-33-22-007. В Анапе с триумфом прошел отчетный концерт студии танца «Стар Дэнс». Профессиональные и яркие номера коллектива до глубины души тронули каждого. О том, как это было, расскажет Олеся Давыдова. На сцене городского театра прошел отчетный концерт танцевальной студии «Стар Дэнс». Творческий коллектив продемонстрировал свое мастерство. Руководитель студии Олеся Губерштро рассказала, что в этом году коллектив работал в ускоренном режиме, совершенствовался из-за дня в день и покорял новые площадки. «Особенно, мне кажется, запомнился нам все-таки вот этот танцевальный сезон, потому что получилось так, что в этом году наши дети завоевали целых шесть наивысших наград гран-при на международных конкурсах в разных городах. И, ну знаете, ощущение такое, что за этот год сделано больше, чем за предыдущие девять». Цель отчетного концерта не только продемонстрировать достижение студии, но и сплочение всех артистов. В этот вечер на сцене можно было увидеть как классические танцы, так и современную хореографию. «Сегодня мы для вас приготовили новое и лучшее номера, которые мы ставили и шесть лет назад и восстановили специально новыми составами уже мелких детишек в этом году, и номера, которые мы поставили специально для концерта. Ну, то, что мы пытаемся выжать максимально и показать зрителю наш рост». Для ребят участие в таких мероприятиях бесценно. Танец помогает развивать чувство ритма, гибкость, координацию движений и выразительность. Он способствует формированию уверенности в себе. Выступление на концертах позволяет молодым артистам испытывать себя, получать ценный опыт. «У нас три основные возрастные группы. В новом учебном году мы набираем специально малышей. То есть это детки, которые как раз-таки начнут проходить самую-самую базу. Самое время записать своих деток, которым сейчас 5-6 лет. Это самый классный возраст. Некоторые детки даже в 4,5 уже готовы к этому. Вот эта группа будет набрана полноценно». Мероприятие прошло в душевной атмосфере. Выступающих тепло приветствовали и поддерживали зрители. Это родные, близкие и педагоги ребят. Каждый участник концерта унес с собой частичку тепла, радость и хорошее настроение. С студент танца «Стар Дэнс» наша медиакомпания «39 канал» сотрудничает уже давно. И каждый год, бывая на отчетных концернах, мы видим развитие этого коллектива. С каждым годом все лучше и лучше. Я хочу пожелать и руководителям, и педагогам, родителям, и самим участникам, во-первых, поздравить их с этим юбилеем, пожелать нам всего самого наилучшего и, конечно, творческих успехов. С 24 по 25 июня на Межрегиональном фестивале боевых искусств «Содружество» прошли соревнования по всестилевому карате. 24 июня в разделе «Ката» лучшим стал спортивный клуб «Южный Будакан». Лучшими спортсменами стали Мария Гордиенко, Давид Газарян, Дилбек Байнаев, Григорий Чеботарев. 25 июня в разделе «Поединки» приняли участие более 150 спортсменов из Ростова-на-Дону, Воронежа, Краснодара, Усть-Лобинска, Лобинска, Анапы и поселков Витязева и Юровка. Лучшими спортсменами стали Мартин Мугаев, Федор Устинов, Георгий Давтян и Анна Коростей. Первое общекомандное место занял боевой клуб «Кузня». Второе общекомандное место – клуб «Южный Будакан». Третьим стал «Сармат» из Усть-Лобинска. А партнер сегодняшнего выпуска новостей – «Аптово-розничный комплекс», «Фермерский двор» на улице Астраханская, 104. «Аптово-розничный склад», «Фермерский двор» – это новый уровень комфорта для покупателей. Огромный ассортимент продуктов питания, отличные цены, всегда свежая продукция, большой выбор фермерской домашней продукции, прекрасные мясные и рыбные отделы, овощи и фрукты оптом и в розницу, восточные сладости, саженцы, хозяйственные товары и многое-многое другое ждет вас на Астраханской, 104. Далее прогноз погоды в городских подробностях. В четверг, 29 июня, нас ожидает солнечная погода. Температура воздуха днем плюс 28 градусов. Влажность воздуха составит 78%. Ветер подует с юго-востока со скоростью 6 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 24 градуса. На сегодня это все, о чем мы успели вам рассказать. Напоминаем, все новости и передачи 39 канала вы можете найти на сайте anapanews.com. Новости, актуальная информация, интересные события и факты. anapanews.com. До свидания.